Здравствуйте, мои дорогие, с вами Евгения. Хочу с вами сегодня поговорить про французский урок, который я подготовила для вас в очередное воскресенье. Но перед нашим уроком я хотела бы сделать небольшое лирическое вступление. Недавно вы от меня получали такое письмо с таким странным заголовком, которое вас немножечко, возможно, смутило. Вы говорили, что это такое. Некоторые отреагировали, вот, вы присылаете какой-то там спам, как бы, зачем вы там какой-то там заголовок там, я какой-то политический взяла заголовок, и они отреагировали вот таким вот образом. Я могу сказать одно, что я это сделала в целях того, чтобы разбудить аудиторию. Некоторые люди, они подписались на французские уроки, но потом они, соответственно, забыли про мою рассылку чуть-чуть и как-то стали не совсем активно открывать письма. После этого я сделала вот такой вот ход, и люди сразу же проснулись, вот как же так. Все прекрасно меня знают, и вы меня прекрасно знаете, что как только вы подписываетесь на мои уроки, вы получаете сразу же три урока, больших, базовых. Потом мы с вами знакомимся, да, я рассказываю, соответственно, кто я, откуда я, что я настоящий человек и так далее. Потом вы получаете урок, такие еще два урока, связанных с Парижем и так далее. А далее, каждое воскресенье, я стараюсь свою аудиторию поддерживать в изучении французского языка. Но иногда я разбавляю свою рассылку такими вот вещами, как там подарочки какие-то, чтобы не совсем засорять аудиторию, чтобы она не только там думала о французском, потому что это тоже тяжело, ведь правильно. И я стараюсь это сделать, как бы вот так разбавить. И поэтому, если вы получите от меня какой-то такой заголовок, который немножечко будет отличаться, вы скажете, ну что, вообще не соответствует, да, это я просто, как бы я еще новичок, я учусь, я не знаю просто какие приемы сделать, чтобы люди были более живыми, более активными. И, возможно, я, конечно, буду подбирать, просто иногда присылаешь такой вот заголовок, да, я подготовила французский урок для вас. Люди, ну, французский урок, ну и так далее. А потом, когда какой-то другой заголовок, да, реагируют, открывают с удовольствием и потом благодарят. Вот, непонятно, просто, кто, конечно, меня и так читает, они в любом случае никогда не скажут мне какие-то там такие слова, которые там плохие, там, ну, прислали такой заголовок, значит, выбрали самое главное содержимое письмо, что оно там не спамит, что оно там не говорит какие-то моменты, которые запрещены. Ну, в общем, это и так понятно. И вот, что я еще хотела сказать. Я рассылала с нового адреса от Жени, Жени, собака, я бежения, презент.ру. Это мой второй адрес, который он платный, доменный. И почему я с него рассылала? Потому что смарт-респондер, он нас призывает, у кого с рассылки он понимает, да, что надо рассылать именно с платных адресов. Если рассылаешь не с платного адреса, то он может иногда письма отправлять спам и так далее. Вот эти два адреса, Жени, собака, и Жени, презент.ру, это мой первый адрес, а второй, который вы знаете, вопросы курсы, собака, яндекс.ру. Эти два адреса, они активные, на них можно писать, я всегда отвечу, всегда буду информировать вас. Вы можете писать мне и на тот адрес, и на тот адрес. Эти два адреса я укажу сразу же под этим видео, которое вы посмотрите. Так что, пожалуйста, не судите меня строго за мои заголовки. Я постараюсь их сделать более такими плавными, чтобы они не были такими, ну, вы понимаете, такими странными немножечко. Я сделаю это для нас. Сейчас я хочу вас пригласить на урок французского языка, посвященный зимой. Зима пришла, это самый магический сезон. Здравствуйте, мои дорогие, с вами Евгения. И как вы уже догадались, сегодня мы поговорим с вами про зиму. Зима – это такой замечательный сезон, который напоминает нам сказку. И эта сказка обязательно должна осуществиться. На улице много снега, он блестит, и нам кажется, что мир просто прекрасен. Давайте познакомимся с французскими выражениями, которые связаны напрямую с данным уроком. Итак, поехали. Зима – ливер, ливер, повторяем, ливер. Холодно – морозит. Иль фе фруа, иль фе фруа. И вместе со мной – иль фе фруа, иль фе фруа. Морозит – иль жель, иль жель. Ветрено – есть гололед. То есть мы смотрим за окошко и говорим свое мнение. То есть есть сильный ветер, и есть гололед. Иль фе дю вон. Иль фе дю вон. Илья дю вон. И вместе со мной. Иль фе дю вон. Есть гололед. Илья дю вон. Il y a du verglas. Молодцы. Идёт снег. Снег скрипит под ногами. Тут у нас такой зайчонок, просто мне понравилась эта картинка, и снежок идёт. Просто, ну, всё замечательно. Идёт снег, и снег скрипит под ногами. Il neige. Повторяем. Il neige. Il neige. La neige, как su le pied. La neige craque su le pied. И вместе со мной два предложения. Il neige. La neige craque su le pied. Il neige. La neige craque su le pied. Молодцы. Какой снегопад? Видны сугробы? То есть мы посмотрели в окно и сказали, какой снегопад? Видны сугробы. И тоже тут опять зайчонок такой. Который он смотрит и тоже удивляется. Итак, поехали. Сначала, какой снегопад? Une tempête de neige. Une tempête de neige. Une tempête de neige. Угу. Видны сугробы. On voit des collines de neige. On voit des collines de neige. Вместе со мной. Une tempête de neige. Une tempête de neige. Une tempête de neige. Une voix des collines de neige. Une voix des collines de neige. Два предложения сразу. Une tempête de neige. Une voix des collines de neige. Молодцы. Снежинки опускаются медленно. То есть они медленно тихо падают, как на данной картинке. Les collines de neige descendent lentement. И вместе со мной. Les collines de neige descendent lentement. И последний раз. Les collines de neige descendent lentement. Молодцы. Скользко. Земля покрыта серебром. То есть у нас прям-то такое уже литературное описание идет. Se glissan. Да не читается. La terre est couverte d'argent. Se glissan. La terre est couverte d'argent. Se glissan. La terre est couverte d'argent. И вместе со мной. Se glissan. La terre est couverte d'argent. На ветках деревьев есть много снега. То есть мы видим, да, вот как на данной картинке. И снег прям идет и идет. И попробуем вместе. «Sur les branches des arbres il y a beaucoup de neige. » Молодцы. «Природа» у меня написано «просыпается». Ну, пускай будет, она, конечно, должна засыпать, но она у нас в данном случае просыпается для сказки. Я так решила говорить, но вообще, в принципе, она должна засыпать по логике, да. Но я решила написать здесь «просыпается» для такого чуда, для чудес. La nature se veille tout est blanche. Вместе со мной. «La nature se veille tout est blanche. » И вместе. «La nature se veille tout est blanche. » «Мороз и солнце – день чудесный». Ну, это я взяла из стихотворения. Вы, наверняка, его, конечно же, знаете. Я решила тоже описать. И как бы мороз и солнце – это чудесный день. Просто вот так вот. «La gelée» – очень красиво звучит мороз. Точнее, здесь у меня опечаточка должна быть «la gelée». «La gelée et le soleil sonne jure charmanne». Давайте вместе. «La gelée et le soleil sonne jure charmanne». «La gelée et le soleil sonne jure charmanne». Так, минус 10 градусов у нас на улице. Мы просто говорим «температура». То есть здесь можно подставлять абсолютно любую температуру. То есть за место вот здесь у нас «il fait 10 degrés au-dessous zero». То есть если 15, допустим, минус 15, мы говорим «il fait 15 degrés au-dessous zero». «Il fait 10 degrés au-dessous zero». И вместе со мной «il fait 10 degrés au-dessous zero». «Il fait 10 degrés au-dessous zero». Отлично. «Лес очарован снежной красотой». Тоже тут у нас такое замечательное описание. И давайте его будем произносить. «La forêt est en vouté par la beauté neigeuse». «La forêt est en vouté par la beauté neigeuse». И вместе «la forêt est en vouté par la beauté neigeuse». Молодцы. Снег превращает мир в сказку. То есть у нас как бы как только он падает, если это так еще очень красиво, медленно, то мы сразу же вспоминаем как бы такие моменты, которые нас радовали, да. Ведь скоро близится Новый год. Это тоже особенный праздник. Поэтому это действительно так. «La neige transforme le monde dan le conte». И вместе со мной «la neige transforme le monde dan le conte». Давайте вместе. «La neige transforme le monde dan le conte». И вместе. «La neige transforme le monde dan le conte». Молодцы. «Мороз украшает окна красивыми узорами». Тут у нас такой котеночек интересный, да, который тоже смотрит на снежок. Тоже хотелось вам как бы показать такие картинки более такие замечательные, зимние, чтобы настроение у вас было замечательное. Давайте произнесем. «La gelée orne, les fenêtres des beaux dessins». «И вместе со мной, la gelée orne, les fenêtres des beaux dessins». «La gelée orne, les fenêtres des beaux dessins». Отлично. Мы уже почти подходим к концу. «Зима – это снежная королева с белым пальтом». То есть вот такая вот у нас зима, она у нас как снежная еще королева. «L'hiver et la reine de neige avec son manteau blanche». Давайте попытаемся вместе. «L'hiver et la reine de neige avec son manteau blanche». «L'hiver et la reine de neige avec son manteau blanche». Превосходно. Ну и последнее предложение, финальная фраза, которая нас тоже вдохновит. «Зима нам готовит много удовольствия», то есть какие-то путешествия, новогодние праздники и кто любит заниматься зимним видом спорта. То есть это все в одном флаконе, можно так сказать. «L'hiver nous prépare beaucoup de plaisir». И давайте вместе. «L'hiver nous prépare beaucoup de plaisir». Вот такая вот у меня была презентация урока про зиму, про начало зимы. Я надеюсь, вам очень понравилось, потому что мне самой нравится, как получилось. Я старалась вложить в каждую картинку свою душу, свое впечатление, потому что зима для меня это какое-то вдохновение. Мне нравится смотреть на снежные горы, на сугробы. Я люблю снег, и никак я не могу ассоциировать все сезоны без зимы. Для меня это, как я говорила, очень важно. И я надеюсь, что вы тоже очень любите зиму, даже если она иногда бывает не совсем такой снежной, даже если она бывает не такой благоприятной. Я думаю, все равно вы любите снег, и снег для вас это какие-то небольшие чудеса. Ну что же, с вами была Евгения. Для тех, кто совсем, только совсем недавно подписался на нашу рассылку, пожалуйста, не теряйтесь. Мы каждое воскресенье обсуждаем самые актуальные французские темы. То есть это бесплатные уроки для всей моей аудитории, которую я готовлю с большой любовью. И я хочу, чтобы вы, даже несмотря на то, что вы, может быть, заняты, у вас нет времени, у вас небольшой урок в неделю поднимал вам настроение, и вы потихонечку-потихонечку близились к изучению французского языка. Мы с вами, конечно же, увидимся на следующей неделе, точнее и услышимся. И для вас будет очень интересный урок. Итак, я желаю вам счастья, здоровья и уверенности в себе. И, конечно, больших успехов во французском. С вами была Евгения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!